Привет, просветители! В этом видео мы попытаемся найти ответ на главный вопрос современности. Нет, не на тот, о котором вы подумали. Что такое традиционные ценности? Ну и на пачку вытекающих. Что оскорбляет традиционные ценности? Как защитить традиционные ценности? Что не является традиционными ценностями, но все еще ок? Что не является традиционными ценностями, но уже совсем не ок? В общем, вопросов много. А еще мне нужен счетчик внизу экрана. Сколько раз в течение этого видео прозвучит данная фраза. Паша из монтажной не забудь. Думаю, не совру, если скажу, что практически каждый день очередной депутат, омбудсмен, журналист, всеми забытый певец с ртом что-нибудь заявит о традиционных ценностях. Специально для таких случаев у меня в Телеграме даже отдельная рубрика есть. Если что, они просто друзья. Но о чем говорят все эти люди и что конкретно они защищают, понять довольно сложно. Чаще всего просто невозможно. У меня были огромные надежды на этот понедельник. Потому что именно сегодня школьникам и студентам на первом уроке должны были объяснить, что такое традиционные ценности. И с чем их едят. Но неожиданно тему самого важного разговора в последний момент заменили на «Россия – мировой лидер в атомной отрасли». Всякий раз, когда приходят такие новости, вспоминаю весеннего Кравцова. На этих занятиях мы будем говорить именно на те темы, которые больше всего волнуют подростков. ответим на те вопросы, которые они боятся спросить. Пссс, Иванова, Иванова, ты что-нибудь знаешь об атомной отрасли России? Нет? А у Машки тогда спроси. Глюк Андреевна, да ни о чем мы не говорим. О наркотиках и сексе. Никогда не устану над этим смеяться. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Так как от Министерства просвещения помощи, похоже, уже не дождаться, придется обходиться своими силами. Как обычно. Рассмотрим несколько новостей прошедшей недели и попытаемся понять, как они согласуются с традиционными ценностями. Плохо. Очень плохо. Начать можно было бы с максимально веселого заседания депутатов и различных религиозных деятелей, обсуждавших закон о ЛГБТ-пропаганде. Но, во-первых, штраф за подобную информацию вот-вот улетит просто в стратосферу. Пока. А во-вторых, в эту субботу мы с подписчиками уже обсуждали это мероприятие на стриме. Количество попыток самоубийства в среднем по стране 4,6%. В среде ЛГБТ 20%, а среди трансгендеров уже 41%. И когда нам пытаются говорить, что это из-за того, что общество нетолерантно, нет, это не из-за того, что оно нетолерантно. Это из-за того, что нарушены нормальные человеческие программы естества и искушена личность. Если вы вдруг пропустили, то запись можете посмотреть у меня на Бусти. Ссылка есть в описании. Да, я завел Бусти. Ну, надо как-то готовиться к штрафам за все вот эти видео. Теперь все прямые эфиры можно будет найти именно там. Кроме того, там же и мои первые ролики. Еще с тех времен, когда я работал в школе. Все уже выложено. Эксклюзив или кринж-контент на несколько часов подъехал. Ну и если вы просто хотите поддержать мою деятельность и вступить в ряды, а какого покемона выберешь ты? Я буду очень благодарен. Лови сердечко. Но в любом случае мы без депутатов со священниками знали, что радуга враг россиян и к традиционным ценностям не относится. А помните время, когда тату нашу страну на Евровидение представляли? Хорошие времена. Лучше рассмотреть то, что относится. Например, многодетные семьи. Вряд ли кто-то будет спорить, что есть что-то более традиционное. Папа, мама и пяток детишек. И если послушать наших парламентариев, главное, чтобы депутат был не из единой России. Сейчас поймете почему. Становится понятно, что одна из важнейших целей государства забота о таких семьях. Депутаты Госдумы на заседании 18 октября рассмотрели очередной законопроект, связанный с мобилизацией. Документ был ожидаемый. Среди прочего в него ко второму чтению внесли поправки об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов и отцов детей-инвалидов. Однако именно эти поправки приняты не были. Ой, как интересно! Ой, как неожиданно! Единая Россия отказалась поддерживать наши поправки по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов и отцов детей-инвалидов, пишет в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по вопросам семьи и женщин и детей Нина Станина. 110 депутатов Госдумы проголосовали за поправки, трое воздержались. Остальные единороссы и вовсе не голосовали. Кстати, именно в этот день не было трансляции заседания. Просто совпадение, хватит нагнетать. И 317 депутатов из Единой России решили, внимание, просто не голосовать. Нет, они не против. Как можно быть против поддержки многодетных семей? Они просто кнопку не нашли. Так что ценности может быть и традиционные, но когда многодетная семья остается без кормильца, тоже норм. Мама и шестеро детей. Традиционненько. У нас по данным статистики число неполных семей выросло до 30%. Практически каждая третья семья неполная. Может быть, это тоже традиционная ценность? Просто исключением из правил это уже не назовешь. Вы не представляете, сколько восторженных комментариев оставили старшеклассники и студенты одни отца. Ну вот просто представьте, у доброй половины класса отец уже давно исчез в неизвестном направлении, а им рассказывают, что именно папа это центральная фигура семьи. Красота. Несмотря на то, что в целом россияне заключали браки чаще, чем расторгали, в половине регионов разводы превзошли браки по количеству. Заметнее всего это в Ленинградской области на 31% больше разводов, чем браков. Калмыкии на 22%, Саратовской на 20%, Пензенской на 19% и Рязанской областях на 18%. По статистике на 10 браков в России приходится 7 разводов. Так может быть это развод у нас традиция? Просто если большинство браков распадается, то можно сделать вывод. Пока что можно делать вывод. Скоро и это могут запретить. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова предлагает законодательно запретить распространение информации, которая ставила бы под сомнение традиционные семейные ценности. Так что наслаждаемся статистикой. Пока можно. Говоря о предложении с нашей стороны, представляется важным не только запретить пропаганду или распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, но также запретить информацию, которая подвергала бы критике, ставила бы под сомнение сами традиционные ценности, вела бы к формированию негативного отношения к ним. поскольку можно ни слова не говорить о нетрадиционных отношениях, но вести последовательную борьбу с понятием и образом традиционной семьи совершенно другими способами. То есть, когда я озвучив официальную информацию, что каждая вторая многодетная семья находится за чертой бедности, я веду борьбу с образом традиционной семьи. Я такой испорченный, но хватит традиционной ценности оскорблять. Вернемся к отсрочкам. Хорошего понемножку. Стоит отметить, что на следующий день после разразившегося скандала Володин заявил, что многодетные отцы, естественно, получат отсрочку. Это здорово, но что по поводу неголосовавших единороссов? Они точно традиционных взглядов придерживаются, а родители детей инвалидов? Что? В семье ребенок инвалид, и он окружен любовью и заботой? Ой, какая милота. Военкомат там. Но опять же, даже если отца и забрали, все же слышали про эту громадную зарплату. Ребенок точно без денег не останется. Правда, некоторые семьи в Башкирии получили 1800, но власти оперативно объяснили, что это всего лишь часть зарплаты. Так что, тут все традиционно. Если вспомнить, что буквально пару недель назад старшеклассников пытались воспитывать цитатами из домостроя, а почему нет? Скрепненько. Наверное, образ скромной девушки в платочке и платье в пол к тем самым традиционным ценностям и относится. А образ роковой львицы-тигрицы в бикини, или без бикини, это все же от лукавого. Дальше, внимание. Я абсолютно спокойно отношусь к обнаженному телу. Твое тело, твое дело. Фотографируй, выкладывай. Главное, чтобы тебе нравилось. Но, с другой стороны, я и не кричу. Разврат, пропаганда, отсутствие духовности. Но когда мы это от депутатов слышим практически по расписанию, а потом узнаем о новом составе совета блогеров, вопросики появляются. Меня, конечно, больше вопрос рекламы сомнительных схем волнует. Отправь моему другу 200 рублей, а уже завтра получи 20 тысяч. Но кто сказал, что и такие люди не могут выступать в Думе? Вон, деденка уже там с сухим льдом. Оглянуться, пригнуться не успела. По полярной скатуре налетела. Мое юное тело в полстраны захотела. Это хорошая фокус-группа. Очень хотелось бы свернуть их с тематики накачанных губ и демонстрации нижнего белья на социальные проблемы. Но для этого мы должны их зарядить, переориентировать, показывать, что они для нас представляют источник информирования, что они важны и нужны. А блогеров, которые изначально занимаются социальными вопросами, имеют профильное образование, в России, наверное, не осталось. Хотя, логично, сейчас только фотку попы в стрингах и можно спокойно выкладывать, потому что все остальное вполне может попасть под дискредитацию. Или пропаганду. И вот именно последний вопрос не на шутку обеспокоил Российский Книжный Союз. А что печатать-то можно? Буквально через пару недель в силу вступит новый закон с гигантскими штрафами. Мне интересно, нам с популярными книжными блогерами придется по полканала каждому удалять? Никакой четкой информации о том, что нельзя снимать, говорить, писать, ни у кого нет. Как обычно, будет какая-нибудь лингвистическая экспертиза после очередной жалобы. Вот издатели и озвучили максимально логичный вопрос. А где границы? Ты что, берега попутал? Российский Книжный Союз направил обращение председателю Комитета Государственной Думы по информполитике Александру Хинштейну с просьбой пояснить, являются ли некоторые сюжеты в произведениях из перечня классической литературы и списка школьной программы пропагандой отрицания семейных ценностей. Потому что в нашей классике убийств, самоубийств, насилие, растление и издевательств над детьми более чем достаточно. Ввиду широкого спектра действия законопроекта, издатели не в силах самостоятельно оценить и исключить наименование книг, которые потенциально нарушают его. Не волнуйтесь, никто не в силах. Например, сцена, которую можно отнести к совращению малолетних, описана в романе Беса Достоевского. Приводится отрывок о том, как герой романа Николай раздел девочку-матрешу. Монолог Катерины из пьесы Гроза Островского может быть интерпретирован как пропаганда самоубийства или доведение до самоубийства. К пропаганде наркотиков могут быть отнесены отрывки из рассказа Морфий Булгакова. Сцены сексуального насилия описаны в рассказе Бунина и в романе Шолохова, в романе Гарди. К пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений может быть отнесено одно из стихотворений Федора Сологуба. К пропаганде педофилии – роман Набокова «Лолита», супружеской измены – роман Толстого «Анна Каренина» и стихотворение Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Естественно, депутат Хинштейн тут же заявил, что никаких ограничений в отношении этих произведений быть не может. Правда, появляется вопрос – почему? И я отвечу. Так обычно и бывает на этом канале. Сам задаю вопрос, сам и отвечаю. Так вот, потому что это классика. Не будет же наша Госдума бороться с Пушкиным и Буниным. Это на Западе российскую культуру уничтожают. Но можете не сомневаться, если книга с сюжетом «Лолиты» выйдет из-под пера современного писателя, готовься платить. Потому что на самом деле под эти расплывчатые формулировки все что угодно можно притянуть. Именно поэтому РКН и написала это письмо. Вот вам, господа депутаты, примеры отрицания семейных ценностей. Но это классика. Мы эти произведения в школе изучаем. Как это вообще будет работать? Господин Володин решил все пояснить у себя в Телеграме. Понятнее не стало. Основные положения документа в СМИ, интернете, книгах, кино, рекламе и так далее запрещаются пропагандой ЛГБТ, пропагандой педофилии, демонстрацией ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола. То есть, если человек совершил публичный камин-аут, он даже не может свою фотку в сети опубликовать после этого? Это же демонстрация. Если герой романа любит радугу, то все, книга запрещена. Это же демонстрация. Интервью у Красовского теперь, насколько я понимаю, тоже брать нельзя. Почему? Ну-ка все вместе. Это же демонстрация. Не, ну так-то Красовского действительно лучше подальше от камер держать. Тут не поспоришь. Слава богу, что от нас всякие Нетфликсы ушли. А то ж там сплошная. Это же демонстрация. А что сотрудникам кинопоиска с теми сериалами делать, на которые у них еще остались права? Это же демонстрация. Правда, уже появилась информация, что нужно будет какой-то код получать. То есть пропаганда среди взрослых запрещена, но если ты получил код, то можно. Ну ладно, демонстрация демонстрацией. Давайте лучше подумаем, является ли воровство традиционной ценностью? Странный вопрос. Зависит от того, кто ворует. С предложением создать государственный орган, который будет собирать недоступные в России фильмы, а после продавать их, выступил зампредседатель комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, так следует поступать с контентом из недружественных стран. Традиционненько. Это не должно быть стихийное действие, когда кто во что гораст, кто что смог украсть, скачать и потом показывать. Это должен быть уполномоченный орган, который централизованно будет собирать контент без всяких авторских выплат и почтения к интеллектуальной собственности тех стран, которые максимально вредят России. И уже потом собранный контент продавать нашим коллегам, которые будут им пользоваться. Согласен. Зачем уважать интеллектуальную собственность? Вот глупости какие. Главное понять, воровать у врагов России это традиционно или все же нет? Надо не дать россиянам почувствовать себя в дискриминационном положении, лишенными каких-то сервисов. Может здесь какое-то импортозамещение еще нужно, но при этом надо эти вещи централизованно все-таки получать с помощью государства. Не, дискриминации мы точно допустить не можем. Тут спорить глупо. Важно только понять, а что вы прихватизировать-то собрались? Там же сплошная радуга и извращение. Пока Володин, Хинштейн и прочие... люди кричат о гибридной войне, другой депутат собрался фильм из торрентов продавать. Или даже на ЛГБТ плевать, лишь бы россияне деньги платили. Сплошные вопросы. Каков итог? Что мы поняли? Семья хорошо, но развод тоже традиция. Пропаганда запрещена, но на бок его можно. Воровать нельзя, но если тащить у американцев и платить государству, то норм. В общем, господин Кравцов, проведите уже разговор о важном и разложите все вот прям по полочкам. Что такое традиционные ценности? Друзья, если вам вдруг мало контента, то заходите на Бусти, там пропаганда, все как мы любим. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк, так у ролика появятся новые зрители. Кроме того, подписывайтесь на мой телеграм, там интересно, и все новости в образовании появляются гораздо быстрее. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.